Привет и Атриборн! На одном из них в последних стримах мой подписчик Устающий бедный кондитер через донатик, за что ему огромное спасибо Попросил меня посмотреть ролик у вантушечек, который называется Короче говоря, я влип! Давайте его глянем, думаю что-то интересненькое ПЫХ! Короче говоря, я влип! Окей! Это был выходной день, на майские праздники ко мне приезжал мой папа Ну чтоб проведать, как тут мои дела Отчитать за постоянный срач в комнате И из приятного, конечно, пош... Ооо, шашлындос! Жарить во дворе шашлыки Я ненавижу их жарить, но кушать в принципе люблю Завтра днём он уже должен будет уезжать обратно Чё-то как-то быстро, блин, всего на день А я завтра с утра возвращаюсь к своим трудовым учебным будням Разники закончились так быстро, что у меня возникли подозрения, что они не начинались Понимаю прекрасно, так всегда происходит Типа самое когда такое лайтовое время, когда теперь ничего не надо делать, оно пролетает за секунду Но зато когда ты учишься или работаешь, время длится Блин, просто бесконечно! В предыдущее утро я собрался на учебу Так Попрощался с папой, у которого до поезда оставалось ещё 4 часа Дал ему запасные ключи, чтобы перед уходом он закрыл двери... Так прикиньте, я отдал ему настоящие ключи, ну не запасные, а основные И у него ключей сейчас не будет, и он не сможет вернуться домой А сам от... Сейчас как раз это так и будет, реально Справился на остановку Так В колледже мы с Ромой на паре играли в крестики-нолики Затем в морской бой Затем в реальный рыцарский бой Неплохо, на самом деле так Искоре нам надоело На перемене... Правда рыцари, мне кажется, всё-таки сражаются не на шпагах Мне мне позвонил папа и сказал, что сел в поезд и с ним всё в порядке Я пожелал ему счастливого пути Да Он поблагодарил и сказал, что отключит телефон на время дороги Прошло 3 часа Заня... Мне кажется, зря он это сделал, да? Заня, наконец, закончились Я возвращ... Не, а реально, зачем отключить телефон на время дороги? Там всё-таки есть как бы зарядки Ну, розетки, поэтому зарядить его без проблем можно будет Мне нужно поскорее прийти, чтобы начать делать домашку, которую нам задали огромное количество Я подошёл к калитке Подёргал ручку Папа молодец, всё закрыл Я полез в карман за ключом А его нет Но его там не было Полез в другой карман Обидно В третий В восьмой Было странно, что... У меня так много карманов, но я сейчас думал не об этом Где ключи? У тебя ещё вон портфель есть, посмотри может быть там Я снял рюкзак Обшарил все отделы Нет ключей и всё тут Естественно нет Потому что ты ему отдал, блин, основные Кто утром собирался на учёбу, отвлёкся на сообщение и забыл ключи у себя в комнате на столе Зашибись Я решил перелезть через забор Попытался один раз Второй Плохо Нифига себе, он прям этот как у вас Третьего раза у меня всё-таки получилось Неплохо Я обрадовался Потом понял, что радоваться нечему Ага, потому что как бы надо ещё в квартиру пробраться, да? Каждый желающий может оказаться на территории моего дома Ну да Ха-ха-ха, кстати, да Ха-ха-ха-ха Да ладно, я подошёл А забор-то, блин, высокий Прикиньте, если бы он был ещё ниже Пошёл в двери Она, естественно, тоже была заперта Ну всё, приехали Я начал активно думать Что же делать? Что же делать? Что же делать? Точно! Может... Мне на самом деле легче то, что этот частный дом, а не многоквартирный Прикиньте, если бы вы жили на 10-ом этаже, например, на каком-нибудь Как вы заберётесь? Тут-то хотя бы можно каким-то образом Окно разбитый, я не знаю Ну типа, естественно, придётся его новое ставить Но это не так страшно, как подниматься на 10-ый этаж У меня открыто какое-нибудь окно, через которое я мог бы забраться в дом. Я начал ходить вокруг дома. Это закрыто. И это закрыто. А это вроде бы приоткрыто немного. Да, точно. Я подошёл поближе. Убрал противомоскитную сетку. Попробовал открыть окно. Но оно откидывалось только сверху. Нужно что-то придумать. Так как я не особо дотягивался до окна, я решил соорудить себе какую-нибудь подс... А разве можно москитную сетку убрать с другой стороны? Наверное, можно. У меня просто не пластиковые окна, поэтому я проверить не могу. Шёл в гараж. Попытался открыть окно. Я дёргал ручку. А, нет. Дёргал ножку. Дёргал ножку. Понял, что отвлёкся от основного дела. Но все мои действия не сводились к успеху. Поэтому... Блин, сейчас как раз сломают от окна. Ты чё так сильно его толкаешь? Я пошёл дальше в поисках нормально открытых окон. Но таковых не было. Всё, я влип. Решил позвонить папе, чтобы описать ему ситуацию. А, он-то телефон-то вы... Ну, а его телефон... К тому же, если ты ему опишешь ситуацию, чё, он, по-твоему, сразу сядет на другой поезд и поедет к тебе? Очень в этом занимаюсь. Телефон был отключен. Ну, блин, правильно, он же в поезде. Я сел на крыльцо и... Только я не понимаю, при чём здесь... Это логики, типа, в поезде и в поезде. Почему отключать телефон? Стал думать, как попасть домой. Прошло пять часов. На улице начало темнеть. Все мои попытки попасть домой никак нельзя было назвать успешными. Может, попробовать через крышу. На чердаке осталось последнее деревянное окно в доме. Если его разбить, будет не так жалко. Хотя оно очень высоко. Ну, как бы, да. Соорудить, наверное, всё-таки лестницу из нескольких табулеток, это будет опасно. Я снова забрёл в гараж, чтобы поискать лестницу. Но её там не было. Ну, а что, кто-то мог подумать иначе? Прошло ещё два часа. Я дико устал и хотел... Это как в холодильнике. Типа, заглядываешь постоянно по миллиону раз за день, типа, надеясь, что там что-нибудь появится. А они что, не появляются? На улице смеркалось. Это окно было моим последним шансом, чтобы попасть домой. Не знаю, как я буду туда забираться, но придумаю уже после того, как его разобьют. Я взял большой камень. Мне кажется, всё-таки надо было сначала забраться, потому что вот сейчас ты его разобьёшь, а забраться не получится. Не получится. Я разбил окно, но только другое. Это было одно из новых евроокон. Твою за ногу! Тут мне кто-то позвонил. Тогда уж если разбивать евроокна, можно разбивать было бы и нижнее, да? Это был папа. Он наконец доехал. Я взял трубку. Привет, Серёж. Ну я доехал, всё нормально, всё хорошо. Ты там нашёл ключи, которые я ставил? Как бы он нашёл, если ты даже не сказал? Гений. В общем, ладно, держи ключи, просто закроешь двери, калитку перед уходом, ладно? Так, а что, я с ними поеду, что ли? Да не, просто оставишь здесь под крыльцом у калитки. Ну ты, конечно, гений, блин. Даже сам он сказал, а не запомнил. Офигеть! Всё, ладно? Давай, пока. Ну давай, счастливо. Сука. А прикиньте бы, кто-нибудь из других людей увидел ключи и влез бы в дом. Ну а пока я рассматриваю разбитое евро окно, у тебя есть время, чтобы поставить лайк. А стоит-то оно не дешево. И подписаться на канал. А ещё обязательно посмотри остальные, короче. Видос офигенный получился, прямо я за душу поржал. Огромное спасибо вам тушечкам за контент. Огромное спасибо моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забудьте нажимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.